Добрейшего времечка, дорогие друзья, с вами Алексей. В этом видео я с вами буду говорить про лучников. Буду сравнивать лучников варваров, лучников Греции. Дело в том, что у лучников Греции есть специализированные полководецы, это Кенана, которая дает очень хорошие способности для лучников. В отличие от варваров, дело в том, что там нету специализированного полководца. Да, можно там играть и на Армении, и на Ваудике, и на Венцергиторике, но это все-таки будет не то. И поэтому я решил сравнить чисто показатели лучников. Какие лучше, где лучше дальность, где лучше урон, может быть какие-то другие показатели. Вот сейчас мы с вами этим и займемся. Я не буду проводить в этом видео спарринг лучников Греции против лучников варваров, потому как нету десятых уровней лучников варваров и Греции, по крайней мере у меня. Я думаю, что варваров десятого уровня вряд ли у кого-то сейчас найдется на данном этапе. Греции, возможно, это наиболее популярная фракция в плане лучников. Их качают достаточно много игроков, и, возможно, уже кто-то докачался. В общем, ребят, если у вас есть эти лучники либо варвары, либо Греции десятого уровня, пишите в комментарии в Дискорде, ВКонтакте, в общем, где-нибудь найдите меня. Я бы хотел все-таки провести этот спарринг. Ну, а так мы рассмотрим с вами именно показатели десятых уровней Греции и варваров. А потом, впоследствии, мы проведем анализ показателей атакующих с пятого по девятый уровень. Я не буду затрагивать оборону стойкости и подвижности, но вот атаку, это дальность выстрела, время перезарядки и урон мы с вами сравним всех этих уровней с пятого по девятый. Итак, варвары и Греция, стрелки, показатели десятого урона. Сразу бросайте в глаза у нас время перезарядки. Но давайте сначала, перед тем, как разбирать будем эти показатели, я скажу, что все эти показатели стоковые, за исключением атакующих показателей. Дело в том, что я проназил луки, и тут можно сказать, какие лучше брать. Все остальные, там где-то увеличивают скорость, где-то увеличивают какие-то другие показатели, там берется все больше под себя, под игру. Поэтому я здесь буду все остальные, там, оборону, скорость анализировать чисто на стоке. А вот лук можно проанализировать и в топовом состоянии. Если посмотреть дальность стрельбы, то, например, у варваров, да, видно, что 195 лук дает плюс 11. Этот лук, он прокачивается вторым. Дело в том, что у варваров первый лук, он изначально слабее второго, поэтому у них тут вариантов нет. Надо качаться в топ именно по луку второму. Что касается Греции, то там два, две разновидности лука. И любая из них может быть, имеет право на жизнь, да? Давайте посмотрим. Первый лук у Греции дает плюс 13 к дальности стрельбы, плюс 4 к пробивающему урону и плюс 31 к урону оружия дальнего боя. Что касается второго лука, то он уменьшает время перезарядки на 12%. Увеличивает пробивающий урон, а также урон от оружия дальнего боя. Если первый увеличивает на плюс 31, то второй на плюс 27. И казалось бы, второй увеличивает меньше урон, но ведь он уменьшает время перезарядки, и, соответственно, урон в минуту у второго лука будет намного-намного лучше. Но при этом страдает, конечно, же дальность. Здесь выбор падет под стиль игрока. То есть каждый игрок должен выбирать лук такой, какой подходит для его стиля игры. Если вы стараетесь играть за счет дальности, то, конечно же, вам подойдет лучше первый. Если вы там подбираетесь к врагу поближе, если у вас есть какое-то прикрытие, то вы можете выбирать второй, потому что урон будет намного больше. Но и все равно время перезарядки в этом плане у варваров намного-намного круче. 3.2. То есть здесь без вариантов, если взять урон в минуту топового оружия, то оружие варваров, лук варваров, будет наносить в минуту 3862 урона. То есть это намного больше, чем Греция, которая будет наносить с 3.8. То есть второй лук будет наносить 3315. Это разница более 500. Урона это так достаточно, в принципе, приличные цифры. Это надо учитывать, что это один лучник. А представьте, что лучников там больше, да? Ну там опять-таки будет зависеть, кто кого быстрее перестреляет, но тем не менее. Ну что касается разброса снарядов, тут одинаковый урон по боевому духу противника. Редко, когда вы будете пытаться лучниками уронить боевой дух противника, но тем не менее варвары в этом плане имеют небольшое преимущество. Дальность стрельбы, если брать, да, то тут как бы обратить внимание, в стоке будет у них всех одинаковое, так же, как и пробивающий урон. Но вот что касается дальности стрельбы, у варваров будет небольшое преимущество, если агреция выберет второй лук. А в первом варианте в Греции там чуть-чуть такое вот небольшое преимущество, но я думаю, что разница большой вы не почувствуете. Но вот вероятность блокирования обстрела тут, конечно же, разница ощутимая. Дело в том, что у лучников варваров есть щит, и поэтому вероятность блокирования обстрела есть 18. То есть что это такое? Когда по вам будут стрелять лучники Греции, то урон варвары будут отнимать 18. То есть видим мы, допустим, что луки Греции наносят 210 вторым луком урон, соответственно, будет этот урон не 210, а 192, что уже очень и очень здорово. А учитывая то, что скорострельность варваров намного больше, то варвары по логике вещей должны лучников Греции убивать просто... легко и просто, скажем так. Но опять-таки, ребят, я хочу сказать, что мы не учитываем здесь показатели полководцев. Дело в том, что у Кенана есть ливенстрел, и за счет этого ливенстрел она может и доминировать в этом противостоянии. Но опять-таки от него можно там убежать, увильнуть, поэтому мы этот ливенстрел брать в учет не будем. Собственно говоря, вот в этом показателе, в показателе нанесения урона, лучники варваров перестреляют лучников Греции. И я думаю, что шансов у лучников Греции не будет здесь никаких. Боевой дух одинаковый, но опять-таки броня щита 33 у варваров, ноль у Греции, обратите внимание. Кстати, говорят, защиты щитом также есть у варваров. И даже если вдруг такое произойдет, и лучники варваров сойдутся в рукопашные с лучниками Греции, то я думаю, что тут, наверное, все-таки не будет никаких шансов у лучников Греции. Хотя я тут не вижу показатели урона, оружия ближнего боя, да? Но, тем не менее. Доспехи. Здесь, кстати говоря, преимущество остается за Грецией. 146 у греков, доспехи у варваров 134. Ну, здоровье одинаковое. А вот еще есть у нас такой показатель, как дальность обзора. То есть, если не будет никакого зацвета и останутся в конце, к примеру, лучники варваров против лучников Греции, и кто кого пересветит? Конечно же, варвары пересветят. У них 181. Что касается скорости, тоже здесь имеет преимущество варвары. 4.5 против 4.1. Скорость поворота туда же. Единственное, что ускорение здесь потребуется варварам больше времени, чтобы набрать максимальную скорость. Чуть-чуть больше, чем Греции. Но, тем не менее, это не такая уж и большая разница. То есть, если брать 10 уровень, то здесь в показателях доминантами являются варвары. Это просто они должны рвать. И хотелось бы, конечно же, увидеть спарринг. Ребята, еще раз напоминаю, если у кого-то есть уже прокачанные 10-е варвары и 10-е Греции, пишите в комментариях, в дискорде, вконтакте, везде. 10 уровень, дорогие друзья, это, конечно, хорошо, но до 10 уровня надо еще прокачаться. А это требует очень большого времени и усилий. Поэтому давайте разберем мы еще показатели 5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 9-х уровней. Но все показатели мы рассматривать не будем. Будем смотреть только время перезарядки, дальность и урон. С моей точки зрения, это одни из самых важных показателей. Ну, если не брать там учет, может быть, еще скорости. Но все это рассматривать, это займет очень большое количество времени. А это наиболее важные показатели. Я не рассматриваю также более низкие уровни, потому что они прокачиваются очень быстро. И там не заметишь, как пройдешь эти уровни. А давайте, 5-й уровень. Кстати, что еще хотелось бы здесь сказать, что здесь в каждом из пунктов это 3 столбца. То есть, первый это стоковый показатель, второй это когда прокачан у вас один лук, и третий это когда прокачан второй лук. Ну и тут на 5-м уровне можно прокачать только один лук. И вот сразу обратите внимание, что и у Греции, и у варваров время перезарядки одинаковое. Дальность при прокачке одного лука у варваров уже уступает. Ну и урон также уступает у варваров. То есть, здесь на 5-м уровне, мало того, что у варваров нет полководца, неустанно буду об этом говорить, но, дорогие друзья, я думаю, что в ближайшее время полководец для варваров, для лучников будет, и поэтому будет уже интереснее посмотреть, как уже будет этот полководец сочетаться с лучниками. Поэтому на 5-м уровне варвары проигрывают греческим лучников однозначно и без вариантов. Но здесь надо еще учитывать то, что у лучников-варваров есть щит, не забывайте. А дальше, 6-й уровень. Здесь уже ситуация другая немножечко. Дело в том, что варвары здесь, на мой взгляд, тоже проигрывают, но, опять напоминаю про щит, смотрите, здесь время перезарядки 4,0 у греков, 4,4 у варваров, дальность также есть преимущество у греков, но, опять-таки, когда прокачан второй лук, дальность у них одинаковая. И урон, опять-таки, имеет где-то греческие лучники, хотя нет, я тут обманул вас, и по урону преимущество у лучников-варваров, но, опять-таки, напоминаю, что скорострельность, время перезарядки у Греции получше. То есть, варвары здесь, с одной стороны, вроде бы побольше урон, но в то же самое время скорострельность у них похуже. Седьмой уровень. Греция здесь имеет, уже теперь Греция здесь имеет большие показатели времени перезарядки, а варвары имеют очень, ну просто очень маленькие показатели, но при этом теряет дальность стрельбы. То есть, у варваров, обратите внимание, что дальность стрельбы, ну, вообще получается, очень маленькая, фактически стоковая везде. При этом они уступают еще и по урону, но колоссально они побеждают по скорости перезарядки, просто колоссально. Если на шестом уровне, там, скорость перезарядки сумасшедшая у них, то здесь у них просто прекраснейшая скорость перезарядки. Это, наверное, одна из лучших будет, вот когда будет прокачан второй лук, то 3.2 это одна из лучших по времени перезарядки. Это просто, просто круто, просто круто. И здесь я думаю, что лучники варваров будут иметь преимущество над лучниками Греции. Единственное, что Греция может реализовать дальность стрельбы, и в этом плане они будут, как бы, немножечко могут впереди, да, то есть они могут постреливать издалека. Поможет это им или нет, ну, это уже другой вопрос. А в восьмой уровень. Здесь лучники варваров имеют просто сумасшедшее время перезарядки. Уже играется от обратного, и лучники Греции в этом плане как раз-таки уже опережают. Но поменялась также ситуация при дальности. И теперь дальность у лучников Греции намного выше. Только вот меня смущает единственное урон, да, вот если вот обратить внимание на урон, то здесь урон ниже, чем у седьмых уровней. Причем урон ниже, чем у седьмых уровней и у варваров, и у Греции. Это такой вот парадоксальный немножко момент, как мне кажется, да, потому как, смотрите, обратите внимание, греческие лучники в топовом состоянии, скорострельность у них, время перезарядки будет такая же, как и у варваров на седьмом, дальность такая же, как и у варваров на седьмом, но при этом урон меньше. Почему? Вот тут немножечко загадка для меня. У варваров тоже то же самое. Здесь у них увеличены показатели перезарядки, то есть у них огромные просто показатели перезарядки, да, больше, чем у Греции на седьмом уровне, но при этом урон ниже. Вот здесь мы приходим к тому, что восьмой уровень, ну, он фактически во всем уступает седьмому уровню. И, с моей точки зрения, это как-то неправильно. Здесь, наверное, не досмотрели разработчики. Может быть, конечно, какая-то их задумка, вот, интересная, да, но, тем не менее, как-то тут очень так все подозрительно. Ну и девятый уровень, Греция и варвары. Обращаю внимание, то, что при прокачке первого лука здесь увеличивается прямо на единицу. Время перезарядки просто будет огромное, но урон один из самых высоких, 192 у варваров. Зато, если мы качаем второй лук, то время перезарядки будет 3,6, но урон уменьшается при этом. И еще, помимо всего прочего, дальность стрельбы становится, ну, совершенно маленькой. То есть на девятом уровне у вас будет выбор. Либо длительное время перезарядки и хороший, достаточно неплохой урон, а либо быстрое время перезарядки и маленькая дальность, но при этом такой средненький урончик. Тут надо вам уже будет подумать, от чего, опять-таки, вам лучше всего играть. От дальности, либо же от урона. То есть от урона в минуту, можно даже грубо вот так вот назвать. Ну, что касается Греции, то тут, в принципе, такие вот показатели, да, более или менее стандартные. Первый лук, он уменьшает ваше время перезарядки, но чуть-чуть меньше дальности и чуть-чуть меньше урона. Ну, а второй лук, он такой, отдает стоковый вариант времени перезарядки, но при этом имеет чуть-чуть побольше дальности и также немножко такой вот урон. В принципе, наверное, один из самых больших уронов, вот если брать вот эти вот с пятого по девятый уровень, это очень, в принципе, такой неплохой урон. Ну, вот, в принципе, и все, что я хотел рассказать вам про лучников. Не забывайте также, что у лучников-фарваров есть щит, и у них намного выше вероятность блокирования обстрела, чем у лучников Греции. Это у них огромное преимущество. За счет этого они получают, и фактически на всех уровнях они будут лучше, за некоторым исключением, которые мы с вами тут в процессе разобрали и рассмотрели. Надеюсь, я вам помог. На этом, в принципе, я буду заканчивать. С вами был Алексей. Всем добра и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok